И будем с вами знакомиться. Я живу в городе Набережной Сумы, Республика Татарска. Открыла звание директора в том каталоге. Сегодня у нас с вами тема тайм-менеджмент, но я немножечко о себе расскажу. А я, мамочка, в декрете. Сама я муниципальный служащий, но пока нахожусь в декретном отпуске с третьим своим ребенком. Меня часто спрашивают, где ты берешь время, откуда у тебя столько времени и детьми заниматься, и бизнес развивать. Вот сегодня я с вами поделюсь некоторыми своими секретиками, как правильно распределять свое время, как грамотно это делать. Записывайте, возьмите ручку, ежедневник. И некоторые моменты о себе обязательно учтите и потом применяйте. Громче нельзя. Нет, у себя прибавляется, ладно? Или наушники можно одеть, очень хорошо, бывает точно. У меня уже тут по максимуму все поставлено. Так, ребят, я муниципальный служащий в мэрии города работаю, но пока в декретном отпуске нахожусь. А знаете, когда попала туда, была молодой, и, ну так скажем, очень обрадовалась, потому что не каждый человек попадет, да, а там по блату только берут, и мне повезло, можно сказать, что меня взяли. Я вообще жила в маленьком поселке, особо таких знакомых у меня, потому что их не было, а которые могли бы меня куда-то там продвинуть. И когда я устроилась в мэрию города, то думала, что все, жизнь моя удалась. Считала, что мне вообще крупно повезло, что все, я сейчас делаю карьеру. Это так бывает у всех, практически, да, у молодежи, что у них будет все замечательно, живут по программе, государственной программе минимум. Вот так же я жила. Училась хорошо в школе, потом в институте, потом, когда меня взяли в исполком на престижную работу, то все, я думаю, все прекрасно. Но оказалось, что там такая же наемная работа, где есть определенные рамки, где есть должностные обязанности, где вот то, что меня не устраивает, да, есть потолок в зарплате и в доходах, где там не перепрыгнешь, как бы ты ни старался работать, все равно не перепрыгнешь через вот этот вот доход, а клад, который тебе назначило государство. То есть если даже бюджетным учреждениям поднимали доход, то здесь, да, у нас доход не поднимался, потому что это зависело от экономической ситуации в стране, да, от налогов, которые платят, платим мы же сами граждане. Поэтому тут очень много фактов, и нужно было решать, что-то делать, потому что моя терапия проходит. И вот со временем я стала очень ценить свое время, которое мне выделено вообще. И поэтому вам тоже советую пересмотреть то время, которое вы тратите. Тратите на, ну, куда ли вы вообще его тратите. Вот что я вам хочу сегодня рассказать. Итак, ребят, вообще, что такое тайм-менеджмент? Если вы мечтаете все ухивать, да, вот это как раз и стоит рассмотреть эту тему. Тайм-менеджмент – это умение эффективно управлять и контролировать свое личное время, которое вы потом можете потратить туда, куда вам хочется это сделать. Для чего же вообще? Тайм-менеджмент помогает нам увеличить нашу продуктивность в разы, а также учит нас отбрасывать все ненужные дела в корзину. Вот корзина – это будет наш основной инструмент с вами, куда мы будем складывать ненужные дела. Ненужные дела и ненужные бумажки документов. И корзина нам поможет с вами освободить свое время. Время для более нужных дел, для продуктивных дел. И благодаря тайм-менеджменту появляется как раз дополнительное время, и это уже ваше дело, куда вы хотите его потратить. И смотрите, было проведено исследование, да, и все люди, которые научились эффективно управлять своим временем, им удается сэкономить третью часть своей жизни. Представляете? Задумайтесь только. Третью часть своей жизни они экономят благодаря правильному, эффективному тайм-менеджменту. Ну, давайте поучимся теперь и мы с вами. Инструменты, какие понадобятся. Ничего сложного, да, каких-то особенных инструментов для тайм-менеджмента не понадобится. Нужна только ручка, ежедневник и смартфон-календарик. Ручка, ежедневник, понятно, да, для чего? Чтобы записывать. Это важный инструмент, ребят. Ручка, ежедневник – это вообще самый важный инструмент. Смартфон к календарикам вам поможет фиксировать важные дела. Например, у меня там собрание в детском садике, собрание в школе. Я, естественно, не могу все держать у себя в голове, потому что у меня помимо детей еще бизнес, да, или, например, у меня какой-то важный вебинар. Чтобы это не держать у себя в голове, можно записать смартфон, календарик, напоминалочку. Вот такой вот эти сладки, собрание такого-то числа, вебинар. Все, напоминалка напомнила, отлично подготовились, отлично сходили. Понимаете, да, ребят? Вот эти три инструмента пользуйтесь им. И будет все нормально. Поможет вам в вашем тайм-менеджменте. Теперь давайте по правилам. Вот 12 правил, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Ну, давайте по порядку, ладно? 12 правил. Первое правило, представьте, что сегодня ваш последний день. Последний день вашей жизни. Это отличный тренинг для того, чтобы вы научились распределять свое время. Распределять на важные дела и уже на стартепенные. Пока вы не умеете это делать, применяйте вот это правило. Представляйте, вот проснулись утра, представляйте, что этот день ваш последний. Куда вы его, как вы его проведете. Что вы сделаете. Вот я, например, в свой последний день обязательно буду эффективно заниматься развитием бизнеса и искать своих ключевых партнеров, которым могу передать свой опыт, чтобы они продолжили мое дело. Это раз. Ну, и, конечно же, второе проведу со своей семьей, да, потому что это важно для меня. Без ссор, без каких-то там разбирательств. Просто чисто со своей семьей. И желательно, чтобы мы там были за круглым столом все, все вместе, и чтобы все были дома. Как вы проведете свой последний день, вы уже сами тут решаете. Первое правило запомнили, ребята? Давайте рассмотрим второе. Второе правило. Занимайтесь планированием. Каждый день, вечером, да, вечером каждого дня, вот начинайте с сегодняшнего, возьмите ежедневник, возьмите ручку и распланируйте завтрашний день. Что вам нужно сделать? Начинайте с самого сложного и самого главного дела. Вот планирование, оно увеличивает проективность вашего дня на 25%. Если вы все запишите, то с утра вам уже не нужно будет задумываться о том, что же сейчас сделать. И у вас время будет сэкономлено. То есть не будет пожирателя такого, зеленого человечка. Я вам потом покажу, там у меня есть ежедневные человечки, это будут наши пожиратели, да, пожиратели нашего времени. Вот этого человечка не будет, который сожрет ваше время, а вашу самую ценную минуточку. Вы просто откроете свой ежедневник, посмотрите, что вам сейчас надо сделать. А быстренько сделайте это дело, поставите галочку, чтобы все сделано, и пошли дальше по своим делам. Хорошо? То есть пока заполните, обязательно занимайтесь планированием. Записывайте каждый вечер план на следующий день. Хорошо, ребята? Второе правило понятно, да? Дальше поехали. Вот мой план. Я вам вот фотографировала, нарисовала. Важно, что для меня важно, там забрать заказ. Да, было 25 суток. Дальше уже распределяю свою деятельность. Фокусирую сначала на тех главных моментах, которые мне нужно сделать, и выписываю этот свой план. Начинаю с самого главного и самого сложного, да? Буду проверить чат. Посмотрите, у меня фокус просто сейчас на сопровождении своих партнеров, поэтому чаты проверить для меня важно. Но для вас, для начинающих, только тех, кто начинает свой бизнес, главным будет взяться кому-то обучение, то есть фокус на обучение, кому-то уже вы посмотрели рекрутинг, и кому-то уже на рекрутинг нужно будет фокус делать, да? А кому-то еще на организацию личного товара оборота нужно будет фокус делать. И вот именно на то, на что вы делаете фокус, сначала то и планируете, хорошо? Потом уже на второстепенные дела. У меня есть перерывы, потому что все равно мы здесь не с этим, да? Кто-то здесь не с этим, кто-то занимается, совещает, да? Основная работа, возможно, у него есть. Поэтому, ребят, как хотите, так и планируйте. Кому как удобно, так и делайте. Но главное по правилам, по правилам тайм-менеджера. В первую очередь, делаем, составляем в план то, на что делаем фокус. Сейчас, в данный момент. И запомните, если на бумаге нет вашей цели, тогда она просто не существует. Обязательно цели, планы, брать СВ на бумаге, хорошо? Третье. Очень много информации у нас, особенно в интернете. Вот сейчас, если начнете работать, да, ну и тем более сейчас с нашей информацией, тоже, чтобы не запутаться, фильтруйте информацию. Сначала изучайте то, что важно вам на данном этапе. Потом уже постепенно отпаивайте все это. Если вы будете в интернете что-то там смотреть, то не обязательно все себе в голову, да, ложить, фильтруйте. Если вам эта информация не принесет какой-то пользы для развития бизнеса, то зачем ее вообще изучать, зачем ее вообще смотреть? Смотрите то, что вам принесет какой-то определенный результат, в результат ваших деятельностей. Хорошо, ребят? Третье правило – фильтровать информацию. Вот я хотела поделиться, да, фишечкой одной. Я не просматриваю ленту своих друзей в социальных сетях. У меня нет на это времени. Я не трачу время на такой пожиратель, как просмотр ленты. Но новости, я сюда захожу, у меня с этого начинается. Новости заходим, там есть интересные страницы. И вот здесь вот я просматриваю то, что выложил. Вот, например, чистый бизнес, да, можно там какую-нибудь информацию для бизнеса взять. Даже себе вообще для информации самой, плюс для информации моим партнерам или выложить просто какой-нибудь пост, написать в социальных сетях. Все, захожу, нажимаю, скопировала, сохранила, выложила. Также вот Марина Байковова у нас там, в профиаре, Марина, фотографию выложила, увидела я ее. Ага, думаю, подружусь с Мариной. А зашла к ней, подружилась. И ей хорошо, вдруг новый добавился, и мне хорошо, да? Друг другу страничку прокачали. Следующее правило, четвертое. Исключается в своей жизни пожиратели времени. Вот они, зеленые человечки. Вот этот четвертый пункт мы с вами сейчас немножечко подробнее рассмотрим, какие пожиратели времени вообще существуют. Ну и там уже сами сделаете выводы, что нужно убрать для того, чтобы освободить ваше время для более продуктивного развития. Первое, это уберитесь про споры. Вообще ни с кем не спорьте. Иногда, знаете, так бывает, вот выложили, особенно в одноклассниках, очень часто встречают, выложили пост, стали, ну там, какое-нибудь размышление, свои мысли. И кто-то там увидел лист, стал что-то спорить, да? Кто-то с кем-то, потом еще один человек вылезает в этот спор. И все это происходит, ну, на вашем посте, как это правильно назвать. И вы, ну, у вас, соответственно, отражается. Вы все это читаете, раз, пожиратель времени, потому что вам это не надо и не принесет никакого результата для развития вашего бизнеса. И потом начинаете, если не забыв, опять тоже спорить с ними и что-то доказывать, то тут уже второй пожиратель, который просто съест время, которое вы могли бы потратить на кое-как другого ключевого, ну, ключевого своего партнера. Или даже на свою семью. То есть на то, что важно для вас в данный момент. Понимаете, да? Споры – это вообще такой пожиратель очень страшный, поэтому его сразу исключайте. Вот я вам анекдот такой здесь написала. Откуда у тебя столько времени, учитель? Я не знаю, ни с кем не спорю, обещаю этого. Как так? Этого не может быть. Хорошо? Не может. Может, так не может, ребят. Понимаете, да? То есть не надо ни с кем спорить. У меня тоже бывают партнеры иногда, а начинают там спорить со мной, не согласны, я говорю, ладно, делайте как хотите. Все. Чтобы не было никаких споров. Тем более в чатах. Если вдруг кто-то что-то спорит, все. Лучше выходите, лучше займитесь каким-нибудь своим делом. Лучше рекрутировать, лучше посмотреть вебинар полезный для вас, лучше, я не знаю, детям даже это время, да, подарить, чем сидеть и что-то там доказывать. Чем это надо? Дальше долгие пустые разговоры. Это тоже пожиратель времени. Поэтому, пока вы занимаетесь продуктивной работой, да, то, что важно для вас сейчас, кто-то, например, позвонил, а что нужно сделать? Садится, да? Или нет? Нормально. Хорошо. Что нужно сделать, ребят, когда кто-то невобрено позвонил? Вот пока вы своей работой занимаетесь, лучше, ну, скиньте, напишите, перезвоню. Все, доделали там, не знаю, посты раскидали в группах по работам, да, перезвонили потом человеку. Ну, или когда у вас там время будет на пустые разговоры, я вам потом покажу, как распределять надо время и в какой момент лучше уделять пустым разговорам время. Но пока у вас продуктивность идет, лучше убрать все пожирательные. Просмотр телевизора в это время тоже убрать. Привычка каждые 20 минут проверять свою почту, убрать, ребят, не надо каждые 20 минут ее проверять. Достаточно выделить для этого тоже время там в конце рабочего дня своего. там, не знаю, ночью можете посмотреть. Я вот, например, такие дела вообще на ночь откладываю. На ночь у меня идет просмотр почты и рассылка какая-нибудь, просылочку делаю. А днем я занимаюсь важным делом. Это ресурсинг, сопровождение своих партнеров, ну и общение, да, с партнерами, с которыми я запланировала. Я с кем-то, да, прозванивала отзыващихся. Прозваниваюсь и мы разговаривали с определенными там людьми. Ну и плюс вебинары проводим. Вебинары планируем. Так, просмотр ленты новостей тоже уберите, хорошо? Это пожиратель времени. Желание всем поводить. Очень такой страшный пожиратель тоже времени. Иногда бывает, что ребята приходят и помогают в чате всем, да. В одном чате видят вопрос, на него стараются ответить, в другом чате увидели вопрос, тоже стараются ответить. И так целый день. В итоге у них в этот день никакой продукции не было. Они сделали для себя, для развития своего собственного бизнеса, в принципе, ничего, да, важную задачу они не выполнили. Да, вот смотрите, как это решается все. Есть у вас в команде люди, да. То есть, чтобы вы не на себя это все брали, а именно распределяли дежурство. Мы дежурство распределяем. Один человек в этот день дежурит, он смотрит за чатом, он промоками бросает, он записи бросает, отвечает на вопросы новичков, новых партнеров и так далее. Второй день он, считай, уже своими делами продуктивно занимается, то есть ресурсингом, сопровождением команды. Дежурит кто-то другой, да, и кто-то другой уже помогает всем. Понимаете, да, то есть распределяем, а не так, чтобы один сидел, а в чатах отвечал, потом он же и на следующий день тоже отвечает, и в итоге у него никакой деятельности нет эффективной, и он прекращает расти. Поиск необходимых записей и документов. Кто же пожирает наше время? То есть бардак, да, бардак на столе и бардак в вашем компьютере или в вашем ноутбуке на рабочем столе там внутри. Старайтесь сразу, чтобы вам было удобно по павочкам все разложить, чтобы вы знали, что и где у вас лежит. Информация будет очень много сразу, да, и поэтому сразу, как увидели что-то интересное, скопировали, назвали, в папочку специально положили. Очень удобно хранить информацию на Яндекс и в Гугл Диспле, где вы можете с любого устройства, знаете, с ноутбука, с компьютера, с телефона и экономить время. Партнер, например, что-то спросил, новый партнер у вас подшел, да, появился, вы уже эту информацию знаете, вам ее надо передать, раз в Яндекс и в Гугл Диспле саппировали, перекинули в театр. Вот надо как-то организовать, Ольга, организовать себя, да. Бывает так, кстати, еще фишечка, да, очень хорошо помогает корзина. Вот здесь вот, все в корзину, все, что не надо, все в корзину убирайте и заново копите информацию. Недлительность и нерешительность. Пока вы думаете, время идет всегда об этом фонусе. А я смотрю на наших лидеров, как они действуют, да, я еще, конечно, не такой профессионал, но они только сразу решили, сразу быстренько сделали. Мы пока решим, пока подумаем, а каково это будет, а как это будет, да. Время потеряли. Все, пришел зеленый человечек и созрал наше время опять. Дальше. И чрезмерная спешка тоже не нужна. Тут нужна золотая середина. Потому что, смотрите, тоже нужно срочно письмо какое-то сделать, да, рассылочку. Нарисовали, все. И из-за того, что вы поспешили, самое важное там не написали. Ну, например, призык к действиям. Чтобы с вами связались по скайпу или сделали заказ. Призывов к действиям нет. И не прочитали, быстренько все отправили. В итоге все, что вы потратили, вот это вот время, там сколько, 5-10 минут, да, ну 15, пока рисовали вот это письмо, оно прошло зря. Время съедено. Золотая середина. Хорошо? Нужна? Тут уже сами смотрите, как лучше это вам делать. У каждого свое. Потом, еще один пожиратель, часто встречается, это, к сожалению, об ошибках и прочих неудачах. Ну, неудача произошла, да, ну там что-то не сделали. Не сидите вот так вот и не думайте. Все, дальше поехали. Следующие результаты все делать. Сделали выводы определенные и действуем дальше. Времени намного больше появится. Недостаток отдыха и недосыпания – это тоже пожиратель времени. Почему? Не думайте, что если вы будете меньше спать, у вас времени будет побольше. Нет. Тут все должно быть сбалансировано. Потому что если вы будете постоянно, ну, работать, да, и у вас не будет времени на отдых, в итоге ваш организм не всяк. Вы же не аккумулятор, и то даже аккумулятору нужна зарядка, да, подзарядка всегда. Батарейка, она тоже быстро изнашивается, если постоянно работает. Также и человеку, ему нужен отдых постоянно. Поэтому продуктивность дня должна быть у вас хорошо сформирована. На определенные часы делаете купки, на те моменты, когда вам действительно нужно хорошо поработать. И обязательно часы на отдых, чтобы оставались. И на сон, и на какие-то там свои дела. Если у вас нет мотивации, то тогда это тоже пожиратель времени. Что-то у меня там произошло уже, пока мама вебинар проводит. Неполная или запоздалая информация тоже является пожирателем. Поэтому смотрите, чтобы информация у вас была нормальная, качественная и актуальная. Откладывание важных дел на конец рабочего дня. Вот так вот не делайте. Ладно, Никак? Важные дела всегда должны быть у вас в начале дня. Так, пятое. Пятое правило. Когда вы занимаетесь важным делом, то концентрируйтесь от начала до конца. Ладно? На этом деле. На одном задании. Вот так как девушка делает вот здесь, домохозяйки особенно вас касаются, не делайте. Я, конечно, могу так делать, да? А я, вот знаете, так обычно делаю. Включаю какой-нибудь вебинар, который мне надо поизучать. Ну, в основном вебинар по рекрутингу, потому что мне нужно там изучить рекрутингу. Ну, или вебинар по личному товарообороту, если у вас нет личного товарооборота. Вот то, что для вас актуально, то и включайте. Включили вебинар для ознакомления и гладки. Но ни в коем случае, когда вы там общаетесь со своим партнером, этого делать не надо. Когда вы проводите собеседование, да, не дай бог, там включили скайп и начинаете гладить. Так тоже не надо. Да, так вы все не делаете. То есть на важных делах концентрируем внимание, чтобы вообще ничто не отвлекало. На всем остальном не концентрируемся. Учитесь расставлять приоритеты. Вот это очень важно. На этом пункте остановимся с вами, да, и его постарайтесь запомнить. Есть такая матрица Эйзенхауэра. Знаете, кто такое Эйзенхауэр? Фамилия не выговорит, да? Эйзенхауэр – это американский президент, был в 50-х годах до Кеннеди, он был президентом Соединенных Штатов. Вот, смотрите, как он распределял свои дни. И если вот этой матрице придерживаться, то, в принципе, вообще очень продуктивно пройдет ваш день. Итак, сначала сделаем все дела, которые важные и срочные. Важные и срочные – это в первую очередь они идут. Что туда входит? Разрешение каких-то задач, вот у него кризисов, да, то есть срочные, важные дела. И те дела, которые имеют определенные сроки. Вот какие у нас могут быть определенные сроки? Например, забрать заказ. Он имеет сроки у нас, так ведь? Вот, значит, это важно и срочно. Потом что? Оплатить тот же заказ. Потом поучаствовать в каких-нибудь акциях, которые имеют сроки, в программах. И также, опять-таки, рекрутить, да, на то, что мы делаем в городе. Конец каталога тоже вообще важно, да. Акцентируем внимание, да, все, конец каталога, закрываем его. Дальше, несрочные дела такие. Нет, планирование, оценка полученных результатов, налаживание новых отношений, с кем-нибудь подружиться, надо на страничку добавить своих, ну, новых друзей, да. Определение новых перспектив, альтернативные проекты. Вот, это не срочные, но важные дела. Дальше, третье, срочные, но не важные дела. А здесь перерывы, некоторые телефонные звонки, обзвон структуры, позвонить своим партнерам, да, спросить, как у них дела, чем они занимаются, кем помочь. Совещание, вебинары, ну, и общественная деятельность, общение в чатах. И несрочные, неважные дела уже в четвертую очередь распределяем, то есть под конец уже там рабочего дня. Это рутинная работа. Вот здесь вы можете посмотреть свою почту, отправить рассылочку, ответить на отклики бизнес-предложениям или пригласить себе в скайп, да. И уже на пожирателе времени можно потратить свое время, которое осталось. На развлечения, на просмотр телевизора, ну и что там еще, на звонки своим подружкам, спросить, как у них дела, родителям, если просто поболтать. Вот это все в четвертую очередь. Хорошо? Вот так вот расставляем приоритеты. Запомните обязательно. Дальше. Седьмое. Съешьте лягушку на завтрак. Ключевое слово завтрак, ребят, то есть с утра. Брайан Этрейти, знаете, это миллионер, сейчас он бизнес-тренер, а он написал такую книгу. Съешь лягушку... Забыла. Съешь лягушку, ладно? Что-то пробрызгливость там. Ребят, почитайте. Вот смотрите, суть там какая. Все самые сложные дела нужно делать с утра. Первым делом, пока у вас лягушечка маленькая, каждый раз, когда вы свое дело откладываете на час позже, то в конце дня ваша лягушка превратится в большую жабу, которая уже есть, вообще будет противно. Так ли? Вот чтобы не было вот этого дискомфорта у вас, сразу делайте все срочные дела с утра. На вечер ничего не оставляем. Седьмое правило тайм-менеджмента. Астатия Брюзли, да, точно. Правильно, спасибо. Почитайте, вообще интересная книга, будет полезная. Восьмое правило, соблюдайте чистоту на столе. Постоянно едает это наше время, да, когда мы не можем что-то вообще найти на своем столе, вот этот бардак, тем более отрицательная энергетика, когда вот это вот все стоит, все мешается, взяли корзину, пихнули все это и освободили свое время и стол. Договорились? Все, привели в порядок твой стол в первое время, если сразу привели в порядок твой стол, если хотите успешно здесь развиваться. То есть на это не тратите время. Вот, ребята, чистенький, красивенький, современный стол, да. И девятое правило, плавно, перетечем. У вас должно быть комфортное рабочее место свое, где вы можете закрыться. Вот я сейчас закрылась, сказала, что я провожу вебинар и провожу, да, с вами. То есть то место, где не будет вас никто отвлекать от важных дел. Ну, для кого как? Не знаю. Вот если беспорядок, это и есть порядок. Нет, вообще лучше порядок привести. Не делайте так, чтобы у вас вот все валялось. Тем более плохая энергетика, как я вот это уточнила, ладно? Да, правильно, Наталья. Ради бизнеса, ради успешного развития вашего бизнеса, лучше, конечно, все это привести в порядок. Картинка вам поможет. Так, вот смотрите. Это все, что вам понадобится. Все ваши инструменты для развития бизнеса. Ноутбук, отдельная комната, хватило. Вот в такие часы, когда вы можете дверь закрыть и сказать, у меня сейчас собеседование, выйдите, пожалуйста. И у меня сейчас вебинар я провожу, выйдите, пожалуйста. Да, вот такое вот место, где вы можете остаться один со своей работой. На рабочем столе ноутбук, канцелярские принадлежности, календарик, где будет указана каталогия, там по каталогам у нас идет отчетный период. Смартфон с вашим будильником, напоминалочками, плюс порекрутировать можно через смартфон. Ежедневно, где вы будете записывать ваши планы русского, соответственно, и каталог. Ну, смотрите сами, как вы уже сделаете так, как вам будет комфортно. Лишние детали вообще лучше убрать. На кухне или, ну, у всех же разные, да, у кого-то однокомнатная квартира. Кухня, это считается, кабинет, да, я иногда тоже хожу на кухню, когда ребенок, например, в спальне спит, я раз, ноутбук перенесла на кухню, и там уже делаю все свои дела. Ну, вот у всех разные ситуации. По-другому, вот это вот все самое нужное, что вам понадобится. Так, не старайтесь, чтобы там не было беспорядка. Так, десятое правило. Почаще говорите «нет» ненужным делам. И людям в том числе. Если у человека нет на вас времени, то тогда не тратьте свое время на этого человека. Договорились? Все раз повторю, если у человека нет на вас времени, то он не тратит свое время на этого человека. Если он не заинтересован в вашем предложении, то не надо ему навязывать свое предложение. Просто давайте информацию, что вы в этой компании. Интересно будет обратиться. Ребята, сейчас. У меня как-то батарея тут выключена. О! Так, дальше. Иногда мы приводим даже в порядок свое рабочее время и начинаем куда-то его никуда уже убивать. Ненужными делами заниматься. Например, рассматриваем долго картинки, вещи, которые уже пора выкинуть. Вот тоже, опять-таки, наше время едено. Не на нужные дела время не уделяем. Хорошо? Одиннадцатый правило. Работать в определенное время. Что это означает? Понаблюдайте за собой. У каждого из вас есть свой биоритм. То есть те часы биологические, в которые вы особенно активны. Вот в эти часы как раз вы можете активно, продуктивно поработать. Вот на эти часы распределяйте все самые главные моменты развития вашего бизнеса. На чем вам нужно фокусироваться. Если на обучение, то... На обучение, понятно. Если там на рекрутинге, вот в это время тебе сразу план пишите, то в это время я рекрутирую, потому что у меня продуктивность большая. В другое время я там в чатах общаюсь. А в третье время я прозвоню там в структуру. Или наоборот, прозвоню в структуру, потом в чатах в общаюсь. Ну и потом уже время на отдых. А то бывает, да, так, что неправильно распределяем свое рабочее время, и потом в итоге день оказался пустым. Никаких результатов мы за этот день не достигли. На дядю Пашу. Два часа продуктивного времени надо где-то найти. У кого-то бывает ночью. Ради тебя тоже нужно попахать, так ведь? А то иногда бывает, начальник задания сразу бежим делаем. А когда нам что-то надо, то ради тебя мы почему-то откладываем все это на потом и не развиваемся. Часто так бывает. Ну и двенадцатое правило обязательно, чтобы у вас был выходной. Заслужим. А в это время проведите так, как вам нравится. С семьей, с друзьями, позвоните родителям, поболтайте с подружками и так далее. Наталья, я зарегистрировалась, моему ребенку был у меня. Поэтому, если вы правильно свой день распределите, я же тоже подстраиваюсь по своему ребенку, с которым сижу в декретном возрасте. Правильно распределите, он у вас пить. В эти часы вы эффективно работаете. Ночью можно там эффективно порекрутировать, посты распитать. Кто-то, ну, смотря в каком регионе вы будете, идите туда, у кого деньги, там и рекрутируйте. То есть выходы всегда можно найти. Тут уже под своего ребенка подстраивайтесь. Да, основная работа мешает. Знаю, у меня ребята тоже совмещают. И основную деятельность, и развитие бизнеса. Но, опять-таки, смотрите, когда вам можно выкроить два часа на рекрутера. Тогда вообще уберите все, чтобы только на продуктивность работать. Понимаете, да? То есть только на рекрутер. Только на создание команды. Или, что у вас там, на развитие своего личного бренда, если у вас в такой период. Или на организацию своего личного товарооборота. Начинать надо с себя. Ну, да. У нас тут очень много мамочек. Многодетных мамочек. Маленькие детишек. Даже с двойными. Я вообще, тем, у кого двойняшки, да, вообще низкий поклон. Я не знаю, как вы справляетесь. Я тут с одним ребенком, с маленьким, не могу разобраться. Звоним. Тут вообще помощь нужна. Два часа. Два часа достаточно для продуктивной работы. Как вы день свой подстроите, да? Вот вечером, смотрите, я вот каждый вечер стараюсь, чтобы сделать, ну, подготовиться на завтрашний день для продуктивности. То есть какой-нибудь текст подготовить. Если у меня уже есть тексты, то я просто знаю, где они у меня лежат, я уже не готовлю. Если у меня нет текста на пост, я там подготовлю текст, смотрю, ага, и с утра я его выкладываю. И все там уже в телотехнике. Ой, мамочки, вот я столько мамочек двойней. Двойни у вас тут, ребята. Большое уважение. Ну, давайте подведем итоги. Формула успеха есть такая. Мечта, цель, план, действие и результат. Если у вас нет мечты, обязательно вспомните о чем-то вы мечтаете, ладно? Определите со своей мечтой. Переведите ее в цели и поставьте сроки, до какого момента вы хотите эту цель достигнуть. Вот тогда кто будет уже мечтав, перейдет к цели вашей. Это вам задание. Так, запишите. Ладно? То есть подумайте, о чем вы мечтаете. Можно карту куализации сделать. Карту желаний. Да? Арисовать, что вы хотите. Потом поставить цели, поставить сроки, разбить планы по годам, сделать план, план на каталог. И вот уже третье, да? Составить план на день. Вот прямо в понедельник я начинаю. Сегодня встречу. Составили на понедельник. Согласно вот этим правилам. Правилам тайм-менеджер. Ну и остается только действовать, и тогда вы получите желаемых результатов. И напоследок я хотела вам сказать, чтобы вы, ребята, знали, что пока вы убиваете время, время убивает вас. Поэтому зря времени не теряем, действуем, и развитие вашего бизнеса будет намного эффективнее и быстрее. Сказание в слайде. Можно сделать скрипт. Ну и я могу кинуть в пяток. Ну, теперь давайте с вами пораспускаем. На вопросики ваши поотвечаю. У нас еще есть 10 минут. Спасибо вам за что послушали. Субтитры сделал DimaTorzok